Одетый с иголочки фэшн-дизайнер Ник Веррилс знает о костюмах в кино, пожалуй, всё. И о каждой детали в нарядах, созданных своими коллегами-номинантами на кинопремию «Оскар» он рассказывает с особым вдохновением. Взгляните на складки на воротнике. Они не настоящие, они нарисованные. А бант, посмотрите, и он нарисован. Его галстук, он также нарисован. А пуговицы, они тоже не настоящие. Они нарисованы вручную. Волшебные костюмы из фильма «Мэри Поппинс» возвращаются с эффектом объёма 2D, созданную руками именитого дизайнера Сэнди Пауэлл. Кстати, поборется она за статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюма» в этом году дважды. Академикам пришлась по душе ещё одна работа Сэнди Пауэлл в фильме «Фаворитка». Тут дизайнер тоже, что называется, пошла против системы. Режиссёр картины «Фаворитка» Йоргос Лантимос заявил дизайнеру, что он не хочет соблюдать исторические детали в костюмах. И посмотрев фильм, многие люди сказали, это платье не соответствует эпохе, а всё потому, что это так и задумано. «Винил, обработанные лазером края. Это не 18 век. Это всё новые технологии. А посмотрите на костюм служанки, которую сыграла Эмма Стоун. Посмотрите на ткань. Это же джинс». Похоже, что джинс – тренд этого киносезона. В картине «Две королевы» дизайнера Александра Берн нарядила знать отнюдь не в шелка. «Это джинс. Это джинс. И вот это синее платье сделано из джинсовой ткани. Взгляните на мужской костюм поближе. Это не кожа. Это джинс». А вот дизайнеру Мэри Зофри, сработавшей над картиной «Баллада Бастера» с Кракса, пришлось совсем нелегко. «Основная сложность, с которой столкнулась дизайнер – это поиск шерсти. Увы, в США шерстяной ткани не так много. Она есть в Европе, но не у нас. И удалось ей найти в итоге шерстяную ткань в Джорджии». Ну а главным претендентом на победу в номинации «Лучший дизайн костюмов» в этом году многие называют Рут Картер, создавшую наряды для «Черной пантеры». Дизайнер вместе со своей командой путешествовала по Африке и Азии, изучая традиции народов мира. В чем щеголяла знать, а во что одевали воинов и слуг? Ответы на эти вопросы дизайнер буквально собирала по крупицам. «Фиолетовый цвет, цвет знати, королей. Цветовые гаммы тут очень важны. И еще детали. Дизайнер вдохновилась при создании этого костюма работами японского коллеги Есимиаки, таким образом собрав в фильме культуры Африки и Азии». Цена этих костюмов колеблется от 25 до 40 тысяч долларов. Но все они не для продажи. Студии хранят их в специальных павильонах. Очень редко костюмы дарят актерам, которые играли в них. Но это, как правило, топовые голливудские акулы, которые забирают со съемочной площадки все, что принадлежало их герою. Правда, все это обязательно должно быть заранее прописано в контракте. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.